Сантре, вот это вы не посмеете скипнуть. Теория. Забытый и жуткий сюжет Бравл Старс. Ужасная тайна Старпарка. Бравл Старс Теория. Откуда вам никогда не захочется уходить? В игре Бравл Старс Старпарк это локация, где вы тестируете всех новых бравлеров, проверяя их умения и навыки. Многие игроки, играющие в Бравл Старс годами, даже могли этого не знать. Но фактически каждый раз, когда вы идете тестировать какого-то нового бравлера, то вас телепортирует в Старпарк, о чем свидетельствует радужная табличка. И даже когда вы запускаете игру в самый первый раз, вы начинаете именно с этого самого Старпарка. Ильик, к чему я вообще все это сказал? Спросите вы. Что ж, все дело в том, что многие игроки заметили очень странные детали, указывающие на то, что все битвы и события в игре Бравл Старс на самом деле не случайны и происходят в этом самом Старпарке. Около года назад, пользователь по имени Мариана Гамбетти обратился через свой твиттер-аккаунт напрямую к разработчикам Бравл Старса. Он написал, что ему кажется, будто сюжет Бравл Старс куда более сложен и загадочен. И что он обнаружил очень маленькие детали, указывающие на то, что все события игры происходят на самом деле в Старпарке. И знаете, на первый взгляд это звучит как будто бы сумасшедшего. А, я помню, я его смотрел давно, я вспомнил. Подожди, нет, это не он, но канал вроде не тот, но он по разным играм теории снимал и вот в этой маске был. Ну типа Бравл Старс обычная забавная игрушка, вряд ли в ней есть какой-то скрытый сюжет или что-то типа того. Однако на самом деле за всей игрой Бравл Старс скрывается огромная... Я прошу прощения, но зачем вот так разговаривать? ...тайна невероятных масштабов загадка, которую разработчики Бравл Старса хотят, чтобы мы с вами разгадали. И по ходу этого выпуска вы и сами в этом убедитесь. Короче, после того, как Мариана Гамбетси написал этот твит о том, что в Бравл Старс есть скрытый сюжет, разработчики... Нет, я понимаю, что для того, чтобы подчеркнуть определенные слова, можно сделать такие акценты, но не на каждом же втором слове. ...посылку с очень, мягко скажем, странным содержанием. А также разработчики выложили ролик на свой официальный ютуб-канал Бравл Старс, который назывался... ...Старпарк, инвестируй в будущее. Звучит... И просили деньги на Бравл Старс на гелы. Как-то странно, не находите? Особенно еще и учитывая, что у ролика такая странная превьюшка. Тем не менее, в этом видео было очень много странных вещей. От загадочных посланий через азбуку Морзе, которые расшифровывались как опасность... ...до буквально очень жутких и странных сцен, в которых кто-то утаскивал тела за кулисы. Также мы могли увидеть Леона на заднем плане, который уезжал на аттракционе вместе с родителями. Но уже в следующей сцене возвращался без них. И после этого он надевает свой фирменный капюшон, что очень важно. И это я еще... То есть вот этот школьник, это Леон, да? Я молчу о других странностях, которые были обнаружены мной в этом ролике. От паранормальной активности до мертвых бравлеров на заднем плане. И даже Барли тут ведет себя очень странно. То есть вот это Барли, да? Обливая мужчину в костюме кислотой. И да, я знаю, многие из вас уже могли слышать обо всей этой чертовщине со Старпарком. В конце концов, этому ролику на канале Бравл Старс уже 8 месяцев. А почему я его смотрел? Я не помню, но зачем-то я смотрел этот ролик. А, он очень старый. Однако на всем русском Ютуб... А где ты был последние 8 месяцев? Тогда у меня нахуй вопрос, блядь. В Тубе я не смог найти ни одного нормального объяснения того, что же все это значит и что создатели Бравл Старс хотели всем этим нам сказать. Так что сегодня, я знаю, многие из вас просили, если опираться на ваши комментарии, я начинаю полностью разбирать сюжет Бравл Старса. И мы раз и навсегда выясним, какие ужасные... Блин, у него прикольные теории, если это тот, который я думаю, но они не факт. У него были... у него на канале были теории, которые, понимаете, противоречат друг другу. То есть, он их либо... ему похуй, либо... он их просто где-то берет из интернета, да, и просто их зачитывает. Дело в том, что... вот я, когда свои теории создаю, они у меня все в одну вселенную так или иначе вписываются. А у него они противоречат. И, следовательно, я не могу быть уверен, что его теория, ну, типа, реально может быть. Секреты хранит в себе Старпарк. Прессикс-дувин. Привет, меня зовут Берди Кроу. В смысле, привет? Я уже 4 минуты видео посмотрел. Ас, я для вас подготовил мега крутую теорию по такой безобидной и веселой игрушке. Я что, мог с 4 минуты начать смотреть, блядь? Как Бравл Старс. А нахуя я 4 минуты смотрел, блядь? Такой уж и безобидной. Потому что за этой игрой скрывается очень жуткая тайна, которую многие могли даже не знать. Блядь, я вообще в ахуя. Он говорит так, как будто предыдущих 4 минут просто не существовало, блядь. Стегните ремни. Запасайтесь чем-нибудь вкусным еще, кстати. Я бы уже все съел, если б я чем-то запасся. 4 минуты, чел, блядь. А то, как смотреть этот ролик на голодный желудок? За 4 минуты можно посмотреть 50 тиктоков. Ну и, конечно же, поставьте свой лайк под этим видео. 10 тысяч лайков и вам выпадет новый Бравлер с Квик. Это реально работает. А, у меня уже есть Квик. Слушай, как я и сказал, около года назад на канале Бравл Старс вышел ролик, в котором происходят очень странные вещи. Сегодня на примере этого ролика вы поймете, что с Бравл Старсом что-то не так. И также я представлю вам свою версию того, что же все это значит, но это чуть позже. А сегодня я хочу, чтобы вы просто сделали выводы и узнали, что в Бравл Старс скрывается что-то очень зловещее. Что ж, этот ролик под названием Стар Парк, инвестируй в будущее, вышел на официальном канале Бравл Старс. И начинается он с того, что нас знакомят со Стар Парком. Как я и сказал в самом начале видео, тем самым парком, в котором, судя по всему, и происходят все события Бравл Старс. Так или иначе, поначалу этого видео, мужской голос на японском языке говорит нам, что Стар Парк очень чудесное место. Также мы видим и людей, которые танцуют и поют о том, что Стар Парк это место, откуда никогда не захочется уходить. Далее это примет очень шокирующий оборот, я вам обещаю, потому что они просто не могут отсюда уйти. У них приклеены ноги скотчем комрада к полу. Коции Стар Парка, пока не вылезает тот самый мужчина, разговаривающий на японском языке, и не обращается к нам, как к потенциальным инвесторам. Мужчина говорит, что Стар Парк вполне реален, и что нам нужно инвестировать в него как можно скорее. Потому что это чуть ли не лучшее место на земле, настоящая утопия, где нет места ссорам и дракам, и где разве может что-то пойти не так. Также этот мужчина задает очень любопытный риторический вопрос, снова отсылая к главной теме всего ролика. Разве кто-то захочет отсюда уходить? И очевидно, что да, захочет, потому что далее по видео мы будем все больше и больше видеть, как в Стар Парке начнут пропадать люди, будут происходить какие-то паранормальные вещи. Короче, этот мужчина уже с самых первых минут нам врет. Также, что интересно, все видео снято в такой стилистике VHS-кассет из прошлого, как будто его снимали в 1980-х. Думаю, это уже наводит на кое-какие мысли. И еще далее нам будут показывать Стар Парк, какие в нем обитают бравлеры, например, Барли, с которым определенно что-то не так. Да ты уже говорил это! Вот здесь, на третьей минуте, на третьей минуте! ...стующего на заднем плане. И даже в этой же сцене рядом с ним валяется в кустах тело мистера Пи, с которым... Да ты говорил! Но это все чуть дальше. А пока данный мужчина говорит, что с помощью инвесторов Стар Парк сможет сблизить детей и исцелить их детские травмы. Что, опять же, ложь, поскольку далее мы увидим, что этот парк скорее может создать детские травмы и... ...заставить детей замкнуть... Почему вы мне не сказали, чтобы я с четвертой минуты смотрел? ...пиа. Что очень хорошо будет показано на примере с Леоном. Тем не менее, далее этот мужчина как-то очень жутко обращается к фигуркам детей за стеклом, как будто бы они живые люди. И после мы видим очень странные рисунки бравлеров на стене и достаточно криповую голову Поко. Мужчина зачем-то добавляет скорости на аттракционе, после чего человеку, очевидно, станет очень плохо. И далее он говорит фразу, что сотрудники Стар Парка работают, обливаясь потом, слезами и кровью, чтобы сделать Стар Парк лучше. Уже жутковато, не находите? Особенно еще и учитывая, что далее этот мужчина делает акцент на всем этом, говоря... ...так много слез, так много крови. Знаете, до сих пор не верится, что это все на официальном канале по Бравл Старс. Уже очень жутко все это для такой безобидной игры. В любом случае, далее мы видим голову медведя, которая, ну прям, очень сильно страшная и отсылает к каким-то крипи роликам с аниматрониками. Серьезно, это выглядит дико шутка, особенно еще и учитывая, что происходит далее. Бля, смешно было. С хорошей внимательностью, то вы уже заметили, что медведь почему-то очень страшно зарычал на рассказчика, закатив даже вверх глаза. А уже в следующей сцене мы видим, что на лбу мужчины есть какой-то отек, синяк, которого ранее не было. Говорит ли это о том, что аниматроник напал на мужчину? Что ж, определенно. Но на этом все только начинается. В следующей сцене мужчина говорит, что фантазиям пришел конец и что пришло время действовать. Он берет свою указку и начинает бить по объектам, расположенным на макете. И далее он ударяет по дому, и мы видим, как огромная указка позади него пробивает в этот же момент стену. И когда он убирает указку, она тоже убирается. Таким образом, получается, что этот макет буквально представляет из себя парк, в котором мы по видео и находимся. И также получается, что когда мужчина ударил по этим людям, то он убил каких-то людей в реальной жизни. Что ж, это объясняет, почему он обращался к этим фигуркам как к реальным людям. Я понял. И мы видим бармена, которым определенно является бравлер Барли. В игре, как многие из вас знают, он закидывает врагов убийственными коктейлями. А тут мы видим, как он разливает эти самые коктейли. И когда мы видим, как он случайно выливает его на руку мужчины, то его рука определенно проедается кислотой. А на его лице видна очень встревоженная гримаса. В следующей же сцене мы видим, как его рука заменена уже на резиновый протез. Что ж, это ведь именно этот мужчина говорил, что в этом месте абсолютно ничего не может пойти не так. Допустим. В любом случае, далее мы видим, что с Барли определенно что-то не так и какую-то тревожную склейку. После этого нам показывают двух работниц, которые говорят, что они очень рады стараться каждый день для этого парка. Однако мы также видим 25-м кадром какое-то послание. И что эти две женщины моргают в такт азбуки Морзе, передавая послание «Опасность». А на заднем плане их происходит какая-то паранормальная активность, которая опрокидывает плакат вниз. В следующей сцене мужчина просит нас посмотреть на счастливую семью. Ммм, дай-ка я предскажу. Это, наверное, нахуй со своей семьей уезжает, блядь, Леон. А вернется без семьи, да? Которая сейчас отправится на одном из лучших аттракционов путешествия. Тут уже сходу мы можем обратить внимание на парнишу, толстовка которого определенно отсылает к тому, что он и есть Бравлер Леон. Ебать! Охуеть! Как я узнал? А как я узнал? Также в этом фрагменте видео мы можем увидеть, что безопасность этого аттракциона явно оставляет желать лучшего. Так как на заднем плане происходит какая-то катастрофа. Тем не менее, отпишитесь в комментариях. Отписался. Хотели бы вы прокатиться на таком аттракционе? Я бы определенно нет. Так или иначе, далее мы видим склейку, после которой мы снова видим Леона, приезжающего почему-то без своих родителей. Он также надевает свой фирменный зеленый капюшон, еще больше подтверждая то, что он и есть Леон. А девочки, которая сидит рядом с ним, дают красного медведя, судя по всему намекая на то, что это Нита. Ебала! Но что случилось с их родителями? Что ж, в следующей сцене нам показывают людей, которые сидят в одном огромном зале, и мужчина говорит нам, что Стар Парк это не просто парк, а целая вселенная развлечений, где есть свое телевидение, кино и даже готовая еда. После этого мы видим, как один из скетчей на заднем плане оживает и начинает летать по экрану. Далее происходит склейка, и нам показывают мультипликацию, начинающуюся со слов кинокомпания Стар Парка. В этой мультипликации, по сути, ничего такого нет, просто нам показывают некоторых бравлеров. И также показывают, что Стар Парк и правда выпускают свои готовые обеды. Но что происходит после этой мультипликации, это просто какая-то чертовщина. Весь зал перевернут с ног на голову, мужчина на заднем плане, судя по всему, мертв. А ноги женщины слева от экрана кто-то утаскивает за кулисы. Я же говорил, что тут происходит что-то очень странное. Разработчики Бравл Старс определенно нам хотят рассказать что-то зловещее о Стар Парке. Особенно еще и учитывая, что это главная локация, в которой и происходят все события их игры. Но об этом чуть позже. А сейчас мужчина в костюме молча уходит из этого зала. И уже в следующей сцене мы почему-то видим, как он на какой-то странной вагонетке уезжает куда-то в рот крипового старика. Я один нахожу его жутким. Тем не менее, мужчина снова... Я вообще, ну, я стариков нахожу жуткими вообще как бы. ...как к зрителям, как к потенциальным инвесторам. Говоря о том, что его терпение на исходе и что такой шанс капиталовложения выпадает лишь раз в жизни. Он пытается уговорить инвесторов вкладывать деньги в Стар Парк. При этом уезжая все дальше и дальше в пучину темноты. А далее мы видим что-то очень странное. После этой сцены данный рассказчик появляется из какой-то металлической красной двери. Будто он спустился куда-то в бункер. На заднем плане мы видим, как бегают какие-то рабочие в панике. И мужчина говорит нам, что Стар Парк уничтожит всех, кто мешает всеобщему счастью. И что инвестиции обязательны. После этого мужчина начинает кричать. Блядь, он просто рассказывает что-то. Посмотри, последние 30 секунд он заново перематывал и перематывал и перематывал этот момент. И говорит, он открывает красную дверь. Я думаю, ну это же на что-то повлияет. Потом он говорит, сзади него пробегают люди. Ну я думаю, ну это же на что-то повлияет. Он же к чему-то ведет. Ни к чему он не ведет. Блядь, он просто рассказывает, что чел выходит из красной двери. Вы знали, блядь, то, что у меня синий, блядь, зеленый шкаф горит. Видим, как бегают какие-то рабочие в панике. Ааа. Мужчина говорит нам, что Стар Парк уничтожит всех, кто мешает всеобщему счастью. Ага. И что инвестиции обязательны. После этого мужчина начинает кричать и заменяется на какого-то уже другого мужчину. Я тут обратил внимание и заметил, что это мужчина заднего плана, который вытирал пол. Жесть. Не, невероятная наблюдательность, кстати. Они поменялись местами. Пишите ваши догадки в комментариях по поводу этого. Самые интересные из них попадут в следующий ролик. Так что вы сможете похвастаться друзьям, что вы в ролике Берди Кроу. Такие дела. Так или иначе, уже новый рассказчик говорит, что это все очень уникальная возможность капиталовложения. И что теперь у счастья есть своя цена. После мы видим, как он возвращается в локацию из самого начала ролика. Говоря о том, что мы должны присоединиться к ним. И что инвестиции в Стар Парк это инвестиции в прекрасное будущее. Будущее, которое яркое, как падающая звезда. Что ж, это как-то не внушает доверия. Тем не менее, после всего этого, данный мужчина вместе с остальными людьми начинает танцевать. На заднем плане мы видим Бравлера Спайка и также Мистера Пи, с которым явно что-то случилось. Что интересно, в начале ролика с ним было все в порядке. И вот на этом моменте, на сегодня я и хочу остановиться. Потому что, камон, ролик получился и так слишком большой. Потому что ты его растянул! В чем вывод? Нахуй я смотрел теорию, я просто пересказ 17 минут жизни нахуй я потратил на пересказ ролика. Пересказ, блядь! Где теория? Где теория? Это тут написано теория, блядь! Теория, блядь! Ужасная тайна! Где она раско... Бравл Старс теории! Где ж... Блядь! Давайте разберем в следующей серии, что же... Нееееее! ...значит, и что разработчики хотели нам донести им. Ёбаный сыр! Кто это скинул нахуй? Кто мне это скинул, признайся, извинись, в донат 10 тысяч, блядь! Ты серьёзно, сука? Блядь!